Восемь лет жители этой типовой пятиэтажки обивали пороги чиновников. Крыша из дома прохудилась. Летом в квартирах на последнем этаже шел дождь, зимой снег. Вариант сделать ремонт за свой счет даже не рассматривали. Сметная стоимость данного ремонта более, по-моему, двух миллионов рублей, насколько я помню. Соответственно, мы бы не смогли собрать одноразово данную сумму каким-то образом. В этом году многострадальный дом попал в программу капитального ремонта. За два месяца здесь заменили прогнившие стропилы, сейчас крышу покрывают металлом. О ходе работ строители каждый день отчитываются не только прорабу, но и жильцам. Фото и видео каждого этапа ремонта публикуют на сайте Краевого фонда капремонта и в социальных сетях. Говорят, честно рассказывают обо всем, даже о проблемах. Погода мешала, что частично приходилось скрывать и закрывать, можно сказать, сразу. То есть до вечера, до ночи мы тут были, работали и закрывали. Лучше, конечно, демонтировать ее полностью и заниматься спокойно. Но так как такая погода, такое лето, приходилось делать частично. Возможность, пусть и через монитор, контролировать капремонт собственного дома, изменила отношение жителей к рабочим. Они стали понимать, почему иногда нельзя обойтись, например, без шума. Да и сами подрядчики видят, что работают на публику и относятся к делу более ответственно. Наглядно, чтобы собственникам было понятно, как, в принципе, ход работ проводится, какие возникают вопросы, проблемы. Мы взяли, чтобы самим попробовать именно ремонт скатной крыши. В дальнейшем, если эта идея будет всем интересна, мы будем показывать другие виды ремонта. Этот дом пока единственный, где есть такой виртуальный контроль. В основном у жителей нет возможности следить за ходом ремонта. Поэтому теперь по приглашению фонда капремонта за строительством следят инженеры. Теперь они вместе с владельцами квартир и представителями регионального оператора будут принимать готовый объект. Мы смотрим за технологией проведения работ в соответствии с проектной документацией, в соответствии с строительными нормами и правилами. Следим за сроками выполнения работ. Строительный контроль предполагает контроль за исполнительно-технической документацией. Дополнительный контроль создан, чтобы жильцы домов в прямом смысле собственными глазами видели, что их средства тратят на те работы, которые указаны в смете. Такое доверие конвертируется в рубли. Люди более охотно платят за капитальный ремонт, если уверены, что его делают качественно. Жильцы домоблогера, например, показали небывалую собираемость – 97%. За это их проект получил господдержку – 200 тысяч рублей. Маруся Загорская, Николай Шилко. Наши новости.